Маша, привет! Здравствуйте, телезрители канала СКС. Очень рада всех видеть. Да, у нас появилась очень такая довольно яркая предвыборная последняя неделя перед выборами. По-моему, у нас стабильный сейчас остается только рейтинг партии ХСС. Они, по предварительным данным, могут получить 36% голосов избирателя, а на прошлых выборах в 2018 году у них были практически такие же проценты, 37% они тогда получили. Но вот зато все остальные партии, скажем так, идут нога в ногу. То есть, соответственно, на втором месте пока свободные избиратели. Фрайвель на третьем у нас зеленый и на четвертом АДГ. Но там небольшой такой очень разрыв, буквально даже сотые процента. Вообще у нас в этом году 15 партий выставляются. Я думаю, что названия некоторых ничего не говорят даже самим баварцам. Например, у нас есть такие, как партии медицинских исследований области омоложения, или партии, которая называется как за изменения партии веганных и вегетарианцев. Ну, то есть очень большое разнообразие. А сейчас вы увидите плакаты, конечно, самых наших предвыборных. То есть те, кто борются за борьбу. Например, партия ХСС, она, кстати, у нее такой интересный лозунг на всех блокадах за стабильную и сильную баварию. А дальше, может быть, еще раз мы сейчас увидим, дальше в таком терминском квадрате идет такой лозунг, как премьер-министр решает все. И с лицом нашего премьер-министра Маркуса Зеудера. Что касается свободных демократов, ой, свободных избирателей, извините. Вот, кстати, это как раз их предвыборный плакат. Это четыре человека, которые представляют конкретно мой округ Пасо, где я живу. Что касается этой партии, то ситуация такая, что вообще свободные избиратели, ее называют еще правой рукой баварской партии ХСС, избирателей даже употребляют такое выражение, как «фляшим фон фляш цей су», то есть «плоть от плоти ХСС». Эта партия тоже баварская. Маркус Зеудер, например, много раз говорил, что у него сейчас баварская коалиция, потому что он в коалиции как раз со свободными избирателями. Эта партия была образована в Баварии, и ее такой... Она образовалась, в принципе, скажем так, из недовольных людей, которые когда-то на местах, в муниципалитетах, в коммунах, они были недовольны не риторикой ХСС, они как раз выступали за поддержку ХСС, но были недовольны теми персонами, которых партия выдвигает на выбор. Они формировали свои списки, и таким образом сформировалась партия, и ее основная идеология – это то, что они выступают за финансовый суверенитет муниципалитетов. Это очень интересно. Это, мне кажется, очень хорошо ложится на такую вообще баварскую историю. Баварцы, они очень часто вообще утверждают, что они там много... И так Бавария много платит, и налоговых отчислений делает Германия. А тут вообще можно, в принципе, все деньги оставлять, ну, большую часть. Себя в коммунах развивать, свои деревни. Мне кажется, это очень такая прям баварская тема, и очень хорошо она здесь у людей заходит. И, в принципе, ничего нового они не предлагают. В такой же системе, такой кантональной налоговой и финансовой системе сейчас, в принципе, существуют многие кантоны в Швейцарии, то есть ничего нового они не предлагают. Но они всегда были с партией ХСС. У них была очень довольно крепкая коалиция, но это было в начале, скажем так, этого избирательного года. За пять лет партия свободных избирателей, она очень сильно крепла. Хуберт Айвенгер, он действительно стал таким лидером. Когда началась корона, коронакризис, он делал очень много заявлений, риторика которого существенно отличалась от правящей партии ХСС. И у них под конец уже этой коалиции, скажем так, возник определенный конфликт с Маркусом Зеодором. И в баварской прессе, в частности, в Зеодорче Цайтинг писали, например, что вот эта информация о том, что Хуберт Айвенгер в школе написал нацистскую листовку, которую там в том числе употреблял и упоминал разные концлагеря. Интересная такая, необычная листовка. То это брос, возможно, который сделан для партии ХСС, чтобы немножко, скажем так, приструнить с заботных избирателей, как-то конкретно Айвенгера. Но как это скажется в итоге, вот сейчас перед выборами, на их процентные пункты мы, конечно, увидим уже вечером в воскресенье. Ну и что касается других партий, конечно, очень интересно, это позиция АДГ, они существенно, в принципе, улучшились в прошлых выборах. Да, и многие говорят, что кто знает, так как партии идут вторая, третья, четвертая нога в ногу, они могут стать в теории, там, и, может быть, второй партии, но это тоже пока неизвестно, посмотрим. Ну а что слышно вообще про АДГ в контексте эпизода Стена Хрупова, и как его самочувствие, какие высказываются версии, кто его чем-то в Ингурштадте мог уколоть, и неужели все-таки настолько сильные позиции АДГ в Баварии, что кто-то мог таким образом пытаться помешать им, не знаю, как минимум работать с избирателями, и вообще какое-то развитие история получила сегодня? Ну, позиция АДГ действительно существенно лучше, чем на прошлых выборах, и очень интересно, что в 2018 году, когда АДГ получил 10%, это тоже тогда, они преодолели 10% барьер, это было много, тогда очень говорили, что, ну, скорее всего, через 5 лет про эту партию там все забудут, потому что на волне популизма, миграционного кризиса, это были первые выборы в Баварии после начала миграционного кризиса, а Бавария, так как она все-таки лежит на границе с Австрией, Чехией, частично вот кадры, как мигранты идут в Германию, это были баварские кадры, здесь такой интересный тоже был момент, политически можно было хорошо сыграть. Но мы видим, что прошло 5 лет, а сейчас у них уже 14% по вот самым последним опросам на сегодняшний день, вот, но тут, конечно, стоит сказать, что сейчас, вот я вообще разговаривала сейчас перед этим прямым включением с очень многими баварцами, я бы сказала, довольно больше неопределившихся, чем 5 лет назад, то есть многие вообще говорят, что не знают, за кого будут голосовать, как-то было в прошлый раз, мне кажется, более стабильно, многие говорят, что ХСС будут поддерживать, а сейчас, вот, кстати, по последним оценкам, почти каждый третий вообще не знает, за кого в Баварии голосовать, это очень много, поэтому я думаю, что мы увидим какие-то сюрпризы, но в любом случае позиции АДГ лучше, чем на прошлых выборах. Что касается Тина Хруппола, то сегодня ЦДФ, например, выпустил репортаж о том, что в распоряжении телеканала оказалось письмо, выписка врача из больницы Ингольштата, и что там значится, что провели полную токсилологическую экспертизу одежды и, соответственно, крови, вообще всех анализов, не только у Тина Хруппола, никаких запрещающих веществ найдено не было, но факт остается фактом, в этой выписке написано, что действительно ему была сделана укол, внутримышечная инъекция, вправое плечо, вправое плечо. Вот, в четверг вечером он уже поехал домой, он не остался ночевать, а поступил с такими довольно классическими жалобами, очень похожими на отравление, это головокружение, тошнота, рвота, ну, такого плана, но сейчас с ним все в порядке, и что это было, конечно, неизвестно, потому что полная судебная медицинская экспертиза от криминальной полиции, она будет готова только на следующей неделе, мы узнаем ее итоги уже после выборов, вот, но интересен тоже тот момент, что, например, обобщая ситуацию с СТГ, с этим предполагаемым нападением на Тина Хруппола, например, вчера говорил в том числе Владимир Путин. Выражал беспокойство, да? Спасибо, Маша. Мария Волкова спасла о раскладах и скандалах перед воскресными выборами в Баварии. На воскресенье, 8 октября, не только жители Баварии выберут депутатов земельной парламенты, Лантаке, еще и жители земли Гессен. В Баварии проживает 13 миллионов человек, это больше, чем в Австрии, в Гессене, 6,5 почти миллионов, и таким образом в эти выходные каждый четвертый житель Германии проголосует за свой Лантак. Результаты соцопросов Инса пока что предрекают победу консервативного блока ХДС-ХСС в обеих землях. В Гессене партия ХДС лидирует со своим кандидатом на пост премьер-министра земли Борисом Райаном, и трудно предсказать, с кем консервативная партия будет формировать правящую коалицию в этой земле, поскольку за последние недели, шедшая на втором месте партия СДПГ, потеряла 4% в опросах, сравнявшись и с зелеными, и с альтернативой. Ключевым кандидатом на пост главы земли Гессен от социал-демократов является министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, и она принадлежит партии СДПГ. Есть вероятность, что СДПГ, которая в своей избирательной кампании сделала ставку на федерального министра, в итоге не войдет даже в правящую коалицию в Гессенском Лантаке. Фезер в этом случае ничего в моменте не потеряет, просто останется министром. При этом правоцентристская партия свободной избирателей, которая обычно селена только в Баварии, может впервые в своей истории перейти 5-процентный барьер и в Гессене тоже и войти в местный Лантак. Консервативная партия свободных избирателей хочет стать новой народной партией, выйти за пределы Баварии и бороться в будущем за места и в Берлине, и в Бренденбурге, и в Федеральном Бундестаге, о чем сообщается баварское здание «Меркур» сегодня.